Привет, привет! Козероги! Это расклад для вас на неделю с 8 по 14 апреля. Вот видите, что делает ретероградный Меркурий? Уже путаются мысли, сбивается информация. Это вполне нормально и естественно, простите. Будем смотреть с вами три подсказочки на картах Таро. Также мы посмотрим на маккартах Семья, ваши взаимоотношения на этой неделе. И у Оракула Венормана мы спросим, на какую область вашей жизни вам стоит обратить более пристальное внимание в данный период. Что ж, давайте приступать и смотрим, что приготовила для вас эта уникальная, удивительная, неповторимая неделя в вашей жизни. Какие события будут там происходить? Шестерка кубков. Шестерка кубков – это ностальгия, это какие-то подарки, внимание, цветы, посылки. Может, могут приходить, может, приходить то, что вы ожидали из прошлого давно, то, что вам было необходимо. Какие-то, может быть, бумаги, документы, люди из прошлого могут входить. Это такой ностальгические нотки. По-моему, ретроградному Меркурию это вполне естественно. Когда мы вспоминаем своё прошлое или встречаемся с людьми из прошлого и тоже вдаёмся вот в эти воспоминания наших таких точек взаимодействия, когда нам было хорошо, приятно. Это может быть, когда вы пойдёте на день рождения кому-то и будете дарить подарки. Может быть, так. Ну, начало недели очень приятное, очень такое романтическое, я бы сказала. Смотрим, что ещё. Паш посохов. Это у нас в классике паш жезлов. И это говорит о том, что, проанализировав своё прошлое, вы можете задуматься о том, какие шаги вам нужно делать в своё будущее. Это может быть, что вы, например, или вы, например, возвращаетесь на какое-то своё старое место жительства, может быть, возврат бывших партнёров, да, и если, смотря как у вас там это всё выстраивается, в каком доме, то вы по-новому начинаете выстраивать какие-то старые сценарии взаимоотношений, может быть, это какие-то друзья, это может быть старая работа или старое место жительства. И вы вот в этом старом ищите ростки чего-то нового. Возвращаясь назад, вы что-то пытаетесь переделать по-новому для себя. Папажу – это могут быть ещё дети, домашние животные и пожилые родственники. Это может быть в целом означать активное времяпрепровождение с одними из этих категорий, если таковые есть в вашей жизни. Так, смотрим дальше. Пятёрка Пентаклей. Пятёрка Пентаклей говорит о том, что есть какая-то печаль в вашей жизни, чего-то вам не хватает. Это может быть связано с финансами, с самой элементарной, да, на что-то не хватает денег или вообще в целом зарпадки упали. Также это может быть как внутренний холод, когда нам не хватает какого-то человека рядом. Или когда мы даже если вместе с кем-то, да, мы чувствуем отстранение, отчуждение, какое-то недопонимание. Может быть, как, ну знаете, чёрная кошка перебежала между вами, да, и вот это вот как будто вот холод, пустота внутри, да. Может, конечно, это быть просто испортилась резко погода, и вы там, например, вот у нас три дня солнца, плюс 20, да, например, я решила, что всё, наступило лето, одела там, не знаю, футболку и лёгкие брючки, да, вышла, а тут вдруг налетел дождь, там, не знаю, тучи, ветер, дождь, и я замёрзла, такая вся еду. Может быть и так, да. Это может быть выражаться как в недомогании, плохом самочувствии. Кстати, у нас как раз очень такие интересные дни с 9 по 12 апреля. Там идёт сложное соединение Сатурна с Марсом. Если не смотрели свой гороскоп, который есть у меня на YouTube-канале от Людмилы Макагон, то посмотрите обязательно на апрель. Это такое мощное соединение, оно нестандартное, а это когда лёд и пламя вместе сталкиваются. Это может давать действительно конфликты, разводы, недопонимание, отстранение потерь у кого-то из близких. Посмотрите, в каком доме гороскоп у вас это находится, и как вот это соединение, во-первых, обезопасить себя от негативного проигрыша, да, и также как использовать это соединение себе во благо, как это соединение пустить на энергию созидания, на приобретение, на то, чтобы сделать какие-то новые шаги, какой-то новый прорыв, добавить активности в свою жизнь. Вот, может быть, конечно, вот как раз-таки эта неделя будет, когда вы будете вспоминать вот о каком-то своём прошлом, и уходя в эту ностальгию, вы будете понимать, что как мне не хватает там этого человека рядом из прошлого, да, или вот этих событий, этих эмоций. Может быть, там, ну, вы уже давно переехали, да, и вы вспоминаете, вот как было хорошо там вот на том месте, вот я там всё знала или знала, да, и вот там соседи каких-то, ну, вот смотря опять же, куда вас будет вести Вселенная, куда у вас, где у вас ветроградный Меркурий тот же самый, он у нас весь апрель будет нам возвращать, что-то нужно будет переделывать, передоговариваться, переподписывать, углубляться. Так что как это для вас проиграется, пишите обязательно в комментариях, всегда с удовольствием читаем. Смотрим, что у вас в взаимоотношениях, на этой неделе. Вот в взаимоотношениях тоже есть какая-то печаль, какие-то сомнения, может быть, как раз вы не сдержите каких-то своих эмоций, да, в отношении какой-то ситуации, или вы будете свидетелем того, что кто-то из вашего близкого окружения придёт к вам расстроенный, опечаленный, будет делиться с вами какими-то своими эмоциями, переживаниями. Тогда поддержите. Это укрепит ваше взаимоотношение. Если вы чувствуете вот это вот холод, отстранение, непонимание, вам чего-то или кого-то не хватает, то также в вашем окружении есть люди, которые вас поддержат, которые создадут вокруг вас уют, заботу, поддержку, дадут вам внимание, тепло, подарят свою любовь, даже если вам не хватает от какого-то другого человека. Обратите на это внимание. Смотрим, на какую область вашей жизни вам стоит обратить пристальное внимание в период с 8 по 14 апреля. Крысы на потери, на какие-то расходы могут возникнуть какие-то внезапные, может быть, траты, на которые вы не рассчитывали. По крысам ещё могут проходить как трата времени на то, на что нужно. Если вы долго будете сидеть в печали, лить горькие слёзы, то вы можете упустить время, и это будет для вас колоссальным прозврышем. Вы, может, упустите какой-то шанс в своей жизни, если вы будете концентрироваться на каком-то негативе, если вы будете сливать туда свои ресурсы, свои эмоции, своё здоровье. Подумайте, что является для вас потерей сейчас. Концентрация, опять-таки, на то, на люди... Сейчас опять ретроградный Меркурий. Сегодня путает мою речь совершенно. Что я хотела сказать. То, что в вашем окружении могут быть люди, которые подъедают ваш ресурс. Они могут воровать ваше время, постоянно плакаясь о своих каких-то проблемах, и вы, уделяя этому много времени, не можете сфокусироваться на своих задачах и решениях, продвижениях, достижениях. Это могут быть люди, которые впрямую, например, воруют у вас деньги, или вы тратите эти деньги на людей, и они не приносят вам пользы, ну, в смысле, эти траты, да, на этих людей. Это может быть какая-то бездумная покупка, когда вы выбросите деньги на ветер. Если это что-то крупное, по эретроградному Меркурию, вы точно потом пожалеете, если что-то купите на этой неделе. Можно покупать что-то маленькое, что-то торговаться, а может быть это еще, кстати, как распродажа. Вот если вы участвуете в какой-то распродаже, идете, да, на какую-то там, не знаю, барахолку, и что-то покупаете, то это хорошо. Тогда это вот, обратите на это внимание, вы найдете там то, что вам как раз-таки, может быть, не хватало, что-то из прошлого, что-то, какую-то старинную вещь, если вы занимаетесь коллекционированием, например, то это хорошо. По эретроградному Меркурию хорошо покупать все на распродажах, со скидками, торговаться, тогда это вот в плюс проиграется для вас. Ну, опять-таки, делитесь, пишите, что было это для вас, потому что это всегда очень интересно. Каждая позиция, каждая жизнь уникальна, несмотря на то, что это общий расклад, это общая рекомендация, но вы-то знаете, как это у вас проигрывается. Что ж, дорогие мои, я желаю вам прожить эту неделю максимально позитивно. Конечно, заручайтесь поддержкой своих близких, дарите свое внимание и заботу, обращайте внимание на мелочи, на то, куда уходят ваши ресурсы, не покупайте ничего глобального и не концентрируйтесь на каких-то переживаниях, на какой-то нехватке. Подумайте, как вы можете даже эту ситуацию повернуть себе в плюс. И будьте счастливы. Я с вами прощаюсь. Увидимся на следующей неделе. Пока-пока.